Добрый день! Сегодня мы кратко рассмотрим, как создать радар с использованием материала. И если у вас останутся какие-то вопросы по поводу используемых узлов и выражений, вы можете посмотреть мои уроки, посвященные созданию круговых прогресс-баров. Ссылку на них я оставлю в описании, там все достаточно подробно разобрано. Переходим к нашему материалу. Он состоит из четырех основных блоков. Первый это Active Zone, второй блок Base Color, третий Cycles и четвертый Lines. Блок Active Zone отвечает за вращающуюся подсвеченную область. Он состоит из трех блоков. Блок Rotation отвечает за вращение. Блок Gradient отвечает за скорость изменения цвета в активной зоне. И блок Start Border Smoothing отвечает за сглаживание активной границы. Результаты работы блока Active Zone вы можете видеть на экране. Следующий блок это Base Color. Он позволяет задать размер нашего радара. Блок Cycles отвечает за концентрические окружности. Мы можем регулировать количество данных окружности параметра Number of Cycles, а также их толщину, используя параметр Cycle Sickness. И с помощью параметра ExpCycles мы регулируем сглаженность границ. Блок Lines отвечает за горизонтальные и вертикальные линии. Давайте перейдем в Material Instance и посмотрим, как можно настроить наш материал. Параметр Alpha отвечает за размеры активной зоны. Параметр X Active Zone отвечает за то, как быстро изменяется цвет в этой зоне. Параметр Speed отвечает за скорость вращения. А параметр X Start Borders позволяет настраивать активную границу, делая ее более резкой или более плавной. Параметр Radius позволяет нам изменять размер нашей области. Мы можем также менять количество концентрических кругов, их толщину, а также сглаженность. Есть возможность менять толщину горизонтальных и вертикальных линий. А на сегодня это все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео. Продолжение следует...